Вахта памяти в Волгоградской области завершается с захоронением бойцов на мемориальном комплексе в селе Рассошки. В этом году с воинскими почестями земле придадут останки 723 солдат. Что касается поискового отряда нефтехимик, то за эту вахту памяти им удалось найти и поднять 21 пропавшего без вести солдата. Это двое, которые лежали в земле по одному, но самым сложным моментом выдался подъем 19 солдат, которые лежали вместе в одном предположительно блиндаже, над которым частично поработали мародеры. Были солдаты, которых они не тронули, ну просто потому, что они не докопались до них. К слову, отряд поднимал из этого блиндажа всех 19 бойцов три дня. Итогом вахты, проходившей на Волгоградской земле, отряд нефтехимик доволен. Были подняты останки 21 воина. Работать приходилось, конечно, в очень тяжелых условиях. Жара была, земля твердая. Но мы вставали рано утром, выезжали и старались работать именно до позднего вечера, чтобы как можно больше поднять солдат. Что касается работы, то были, конечно, и нерезультативные в плане поднятия бойцов в дни. И попадалось много военного железа. Экспедиция – это всегда опасное дело. Было много взрывоопасных предметов. Их поисковики аккуратно доставали из земли и сообщали координаты саперам. Во время работы на полях находилось очень много железа. В ОПО, естественно, мы не брали это взрывоопасные вещества. Брали экспонаты, которые можно использовать в выставочных залах нашего музея, которая недавно у нас открылась. Их почистим, для этого у нас есть станки. И разместим в залах, люди будут приходить и смотреть эти экспонаты. Вот так. Единственная экспедиция, в которую удалось выбраться поисковикам, завершилась. Нижнекамцы не забыли посетить могилу Бочарова Михаила Петровича, солдата которого нашли в прошлом году, и имя которого удалось установить. В этом году поисковому отряду «Нефтехимик» солдат с медальонами найти не удалось. Но поисковики не расстраиваются, ведь это не последняя экспедиция. Они еще будут. Поиск продолжается. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР из Волгограда.